Владимир Панов, руководитель детской студии «Инициатива», рассказывает, что выбирать фотографии для выставки было непросто. Дети подготовили более ста работ. Отбор фотографий осуществлялся, конечно, непросто, потому что работ у наших воспитанников достаточно много и тематика самая различная. Мы с Ольгой Александровной, руководителем выставочного отдела, много думали, смотрели, чтобы эту тематику отобрать. А потом пришли к выводу, что то, что было интересно детям, фотографии, которые им были интересны, мы их и отобрали. Идея организовать выставку работ юных жителей нашего города принадлежит сотрудникам историко-культурного центра. Это уже вторая по счету экспозиция воспитанников фотостудии в сквере «Юность». На первом стенде у нас представлены работы. Дети показывают своих сверстников, как они гуляют, как они отмечают праздники, спортивные соревнования. На втором стенде дети показывают свой город, его природу. Третий стенд посвящен братьям меньшим. И четвертый стенд посвящен путешествиям. То есть дети ездили в путешествия, делали свои фотографии. Вероника Пузанова занимается фотоискусством уже почти два года. В будущем свою жизнь хочет связать именно с этой профессией. Было интересно, когда мы ходили в парк Тихома. Мы там фотографировали пейзаж, людей. На экспозиции можно найти несколько фоторабот первокурсника Университета геодезии и картографии Дмитрия Юдина. Юноша уже пять лет занимается в студии «Инициатива». Сейчас у студента меньше возможности посещать занятия, но он всегда принимает активное участие в творческой жизни студии. Больше мне нравится фотографировать природу, сооружение. Ну, может быть, не знаю. Людей реже фотографирую. В основном природу. У меня есть примеры работы из Царицинского парка. Там тоже большее сочетание именно природы с какими-то декорациями. К примеру, я люблю фотографировать фонари. Всего на выставке представлено 56 детских фотографий. Посмотреть, каким видит мир подрастающее поколение, можно до 16 июня. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.